Валежник парадоксальная вещь. Вроде лежит дерево, однако оно не имеет ничего общего с лесом и лесными ресурсами. То есть его можно собирать наряду с ягодами и грибами. Однако существует масса нюансов сбора валежника. И сейчас мы вам о них расскажем. Вот эта часть, видите, вот эта часть, она на корню стоит. То есть то, что упадет на землю, то мы будем считать валежником. То, что останется на корню, то остается на корню. А сейчас вот эта вот часть считается валежником? Или она еще не упала? Еще не упала. А, то есть тут четкая грань, что лежит на земле? Да, да, да. Что лежит на земле. Сухие ветки и даже деревья, в которых больше нет жизни, считаются валежником. Главное, чтобы древо упало на землю полностью по своей воле, а не при помощи топора или пилы. И тут важно отличать сухостой от валежника. Если мы посмотрим вот на эти два дерева, это у нас потерявший жизнеспособность деревья, но стоящий на корню. Основной признак, который гражданин может определить, это, конечно же, отсутствие кроны живой. Вот оно же является сухостоем. А валежник – это та древесина, которая вот она лежит на земле. Сухостой нельзя ни валить, ни рубить. Зато сам валежник можно распиливать хоть вдоль и поперек. С законом у нас не предусмотрено ограничение по распиловке, транспортировке древесины свободно. Любыми способами мы его пилим, грузим и вывозим. Но не продаем. Валежник предназначен только для личного пользования. Так что бизнес из такой добычи не сделаешь. Суть-то вся для обеспечения населения древесиной для собственных нужд. Ну и поэтому и продавать его, соответственно, нельзя. С принятием закона о валежнике ушлые дровосеки стали пользоваться ситуацией. Черные лесорубы пытаются выдать свежесрубленное дерево за валежник. Однако у лесничих уже набит глаз на такие преступления. Бывали ли случаи, когда незаконную рубку пытались замаскировать под сбор валежника? Да, действительно. В моей практике были такие случаи. Мы остановили гражданина, он пояснял, что собрал валежник. У нас возникли сомнения. Там был частичный валежник, он его собирал, но его было недостаточно. И гражданин решил, чтобы, грубо говоря, полупустым не ехать, свалить еще дополнительно деревья. Лесничие, как детективы, ищут следы машин, на месте проверяют свежие пеньки и устанавливают факт вырубки. Напомним, штраф за незаконный сруб деревьев до 4000 рублей. И это лишь минимальная административка. Если ущерб оценят как особо крупный, то со свободой можно попрощаться аж на три года. Если у вас остались вопросы по сбору валежника, пишите нам комментарии в социальных сетях. Мы обязательно вам ответим. Илья Балханов, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ, Торбогатайский район.